Давайте мы еще вместе скажем славу нашему Господу. Тема, которую мне предложили братья сегодня поделиться, имеет название «Собственное мнение». Я хотел бы в основании прочитать тех священного писания. Давайте мы вместе откроем. Второе послание Коринфянам, 13 глава, я прочитаю 11 стих. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 11 стих. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Дорогие друзья, мы еще вернемся к этому тексту, но я хочу сказать вначале, как вступление, что я думаю, что эта тема «Собственное мнение» – это непростая тема. Почему? Потому что, как один человек сказал, что сколько людей, столько и мнение. И вот представьте, когда бывают люди, в том числе и христиане, и вот собираются вместе, каждый со своим мнением, да еще начинают активно это каким-то образом высказывать. И если эти люди не научены, как правильно взаимодействовать между собою, повторюсь, при наличии вот таких вот мнений своих, то бывают немалые проблемы. Поэтому, братья и сестры, вот и моя цель, или цель этой проповеди, чтобы мы могли в какой-то мере научиться, когда мы, особенно, повторюсь, собираемся вместе, и мы такие все разные. Я часто об этом говорю, и в Новосибирске мы все такие разные. Разные по интеллекту, по способностям, по духовному уровню и так далее, по виду служения и так далее и тому подобное. И поэтому, когда мы собираемся и, повторюсь, имеем определенное свое личное мнение, чтобы мы научились быть в служении, в единстве, как апостол Павел, я прочитал, были мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Итак, мнение, что это такое? И что такое собственное мнение? Я хочу, друзья, привести такие слова-синонимы, которые в какой-то мере показывают, что такое вообще мнение. Ну, например, мнение – это есть определенное понимание чего-либо. Также мнение – это есть определенное суждение, когда я выражаю суждение, то есть определенную оценку тем или иным вещам. Это есть определенное отношение, это есть определенная точка зрения или взгляд на то или другое. Вот это есть мнение. Когда мы говорим о собственном или о личном мнении, это значит мое понимание, мое отношение, моя точка зрения, мой взгляд на то или другое. И чтобы еще так взять для этих рассуждений библейское основание, я хочу открыть книгу Иова, 32 глава, где написано следующее. Я прочитаю два стиха – пятый и десятый. Пятый, шестой и десятый. Когда же Елеуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал Елеуй, сын Варахиилов, вузитянин, и сказал, «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я рабел и боялся объявить вам мое мнение». И десятый стих. «Поэтому я говорю, выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я». Итак, посмотрите, братья и сестры, когда первоначально эти трое друзей что-то говорили Иову, то и Елефас, и Вилдад, и Сафар, они просто выражали определенное личное мнение на все те беды, которые были в жизни Иова. И когда Елеуй, как более молодой человек, он определенное время молчал, но потом он сказал, что выслушайте, и я тоже скажу свое мнение. Дорогие мои, и вот в этом направлении я хочу сказать, что мы должны с вами, может быть, даже немножко забегая вперед, иметь правильную позицию по отношению собственного мнения, потому что мы порой имеем неправильную позицию. Например, если я имею свое собственное мнение, я хочу его доказать, я хочу его как-то продвинуть, я хочу как-то, знаете, обосновать чем-то и убедить всех, что вы должны все обязательно стопроцентно согласиться с моим мнением. Вот такую позицию мы ее занимаем. Но это неправильная позиция. Посмотрите, даже вот такой мудрый человек, как Елеуй, какую он занимает позицию? Он не машет руками, он не пытается доказать что-то или убедить. Как он мудро подходит, смотрите, 10 стих. Поэтому я говорю, выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я. Поэтому, когда мы что-то выражаем, то мы можем попросить, чтобы нас выслушали. Мы можем попросить, чтобы нам дали право высказать определенное мнение. Но, повторюсь, идти напролом и доказывать что-то, это неправильная позиция. Я вспоминаю такой интересный момент, когда я еще жил в Средней Азии. У нас там был один молодой брат, но очень такой разумный человек, и как проповедник, и вообще по жизни. И он рассказывал, когда я был еще более молодым, я всегда любил доказать. Особенно, когда беседуем мы над какими-то текстами Священного Писания, и даже с более пожилыми людьми, я, ну, как-то вникаю, был убежден, что я, именно я прав. И доказывал, и доказывал, и доказывал. И однажды, когда я попал в такой момент, и такой урок получил, который запомнил на всю жизнь, и когда мы, говорит, беседовали просто над какими-то текстами из книги Откровения, там действительно, братья и сестры, есть много моментов, над которыми мы можем рассуждать и выражать какое-то личное определенное мнение. Но я все равно доказывал, вот так правильно, вот так нужно понимать. И когда я, говорит, я это делал, там находился один пожилой человек или старец, он сказал, слушай, брат, вот ты доказываешь, что вот так или вот так правильно. И он задал вопрос, а ты можешь умереть вот за это убеждение? А ты можешь умереть вот за это мнение? И этот брат рассказывает, и я задумался. И он стал размышлять. И он рассказывает, действительно, есть моменты, за которые, или есть истины, за которые я действительно мог умереть. Даже это основополагающая истина, что наше спасение, оно заключено в голгофской жертве Иисуса Христа. Слава Господу! Он за эти вещи, я думаю, я готов умереть. Но за толкование каких-то мест из книги Откровения, он честно признался и сказал, брат, я не могу умереть за эти вещи, или за эти убеждения. И тот старый сказал, если ты не готов за них умереть, не нужно вот так пылкой доказывать. И он говорит, я что-то понял. И с тех пор я стал меняться в этом направлении. Поэтому, друзья мои, рассуждая дальше, я хочу такой вопрос поставить. Из чего все же вообще складывается наше мнение? И есть ряд составляющих, я назову только четыре, что же влияет на наше личное мнение. И первое, это наличие или отсутствие определенных знаний. Наличие или отсутствие определенных знаний. Ну, чтобы было более понятно, вот представьте, ну, я уже так беру ближе к вам, как преподавателям, кто-то ведет урок, библейский урок детям преподает, и вдруг вас спросили, дорогой брат, или дорогая сестра, а правильно ли происходит введение этого урока? Если бы нам задали такой вопрос, то чтобы на него ответить, чтобы составить личное мнение о проведении урока этого говорящего человека или преподавателя, нам нужно самим знать, а как же все же правильно вести урок? Если я знаю или имею эти знания, то я могу и составить мнение, а правильно или неправильно, ну, происходит то или другое. Мы уже сегодня говорили о Елеуи, то он тоже говорит, а я выражу мое мнение. Почему он его выражал? Да потому что он имел определенные знания. И когда мы читаем уже в следующей главе Иова, 33 глава, то сказано так, смотрите, 3 стих. «Слова мои от искренности моего сердца и уста мои произнесут знания чистое». Он имел определенный уровень знания, и поэтому он выражал свое мнение. Второй момент, что же еще влияет на наше мнение, это наш личный опыт. Потому что я думаю, то, что я говорю, вы это все переживали. Мы, например, проводим какой-то библейский урок. Мы, может быть, имели свою подготовку. И вот мы приготовили, мы что-то сделали, и вдруг увидели успех. Мы увидели благословение. Мы увидели, что такой метод или такой способ, он очень благотворно отражается и на тех, кто нас слушает. И когда мы это увидели, успех, благословение, то мы внутри себя составили определенное мнение, что вот так действовать оно тоже хорошо, так действовать тоже правильно, и это приносит определенный успех. Третий момент, который влияет на наше мнение, это есть драгоценный опыт, который накоплен за годы в нашем братстве ОЦХВЕ. ОЦХВЕ, потому что этот опыт есть. И я думаю, что вы, слыша слова наставления братьев-служителей в своих поместных церквях, может быть, читая книги, журналы нашего братства, вы тоже видите, какой же опыт накоплен в нашем братстве. И поэтому, видя вот этот опыт, мы порой в определенных вещах мы выстраиваем свое мнение согласно этого опыта в братстве. И четвертый момент, из чего еще складывается наше мнение, это из опыта христиан или старших братьев, которые прошли впереди нас, и которые действительно имели авторитет или в церквях, или даже во всем братстве. Вот это тоже сильно влияет. Почему я так говорю? Например, братьев-сестры я часто слышал, особенно там, где мы встречаемся на братских встречах, и среди старших служителей, я очень часто слышал такую фразу, когда был Виктор Иванович Белых, он говорил так-то и так-то. Если был задан вопрос определенного направления, я слышал, а Виктор Иванович Белых вот на этот вопрос отвечал вот так-то. Конечно, это очень был авторитетный и уважаемый служитель. И многие, хотя он уже давно, уже прошло ряд лет, он ушел в вечность Господу, но его мнение, его опыт, его познание, оно продолжает иметь жизнь, оно продолжает иметь определенное место и влияет, и мы говорим, и я придерживаюсь, или я согласен и придерживаюсь вот этого мнения. Это вот, друзья мои, то, что оно может влиять на нас с вами, на наше мнение. Но теперь, братья и сестры, я хочу подойти к очень такому важному и практическому моменту. И этот момент заключается в следующем. Вопрос. Хорошо, я имею определенное мнение, а если вдруг мое мнение как преподавателя не совпадает с мнением других преподавателей, что делать? А если мое мнение не совпадает с мнением братьев-служителей в церкви, где я нахожусь, что делать? Я скажу вам, это вопрос, который встречается, возможно, будет встречаться, и нам важно понимать, как нам себя правильно вести и какое занять место. Ну, например, как, может быть, могут мнения разделяться среди преподавателей? Например, один скажет так, «Я считаю, что метод преподавания урока именно вот такой он лучше». А другой скажет, или другие преподаватели скажут, «Нет, мы видим из, может быть, нашего, опять же, опыта или еще из чего-то, что именно вот такой метод преподавания лучше». И это может быть, знаете, и в других вопросах. Что нам в этом случае делать? Дорогие братья и сестры, чтобы правильно понять, правильно ориентироваться в этих вопросах, то важно понимать, что мнения, их можно классифицировать в двух направлениях. В двух направлениях. Одно из них – есть мнения, которые не связаны с вопросами спасения. Есть мнения, которые не связаны с вопросами христианского благочестия. Есть мнения, которые не связаны с каким-то устроением служения или церковного устройства. Не связаны. Это один вид мнения. Ну, чтобы так было более понятно, такой пример приведу. Вот представьте, один человек говорит, «Я считаю, что метод изучения Библии самый лучший – вот такой». А другой скажет, «А я считаю, что метод изучения Слова Божьего именно вот такой, более прогрессивный, эффективный и так далее». Или, например, один скажет, что лучше всего, это или преподаватели скажут, лучше всего готовиться к уроку вот так, если это братья-служители или братья-проповедники, они скажут, что «А вот лучший метод готовиться к проповеди – вот такой», а другой скажет, «Нет, вот такой». Давайте поставим вопрос, кто из них прав? И я лично хочу о себе сказать, каким образом, например, я готовлюсь. Есть одно место, очень интересное место, это Псалом 44, там сказано так, «Язык мой – это что? Трость скорописца». Или скорописца. Значит, когда я вот просто имею определенную нужду пред Господом или тему, конечно, я начинаю с молитвы. Я начинаю молиться, нуждаться, сколько времени в молитве, оно по-разному, и вдруг Бог начинает, конечно, изучая эту тему или этот вопрос в Библии молитвенно, Бог начинает давать определенные мысли. Что я делаю? Я часто говорю в Новосибирске, когда говорю на эту тему, я очень дружу с ручкой и с тетрадкой. Я всегда, когда изучаю Слово Божие, рядом со мной есть ручка или карандаш и есть тетрадка. И когда Бог дает определенные мысли, они просто, знаете, они просто идут эти мысли, я тут же начинаю записывать. И многие проповеди, у меня как конспекты, они записаны на бумаге. И я убежден, я просто убежден, что мысли, которые записаны на бумаге, они получают такой более стройный и более упорядоченный вид. И я просто именно так вот по порядку, как бы пункт за пунктом это все укладывается стройно. Но это мое мнение, это мой опыт. А кто-то скажет из братьев, дорогой брат, а я все держу в своей голове. У меня все стройно в моей голове. Братья и сестры, кто из нас прав? Я имею ответ, я скажу, что мы оба правы. Потому что не столь важно, как ты изучаешь Библию, не столь важно, как ты готовишься к уроку, не столь важно, как ты готовишься к проповеди. Важно, чтобы ты именно это и делал. Чтобы ты действительно готовился, чтобы ты упражнялся в этом, и чтобы был определенный результат. А какой вид, какой путь к этому не столь важно. Но, вот здесь одно из небольшого Но даже если мы используем свой излюбленный метод в подготовке служения, то важно все же придерживаться определенной линии или опыта, который все же есть или в поместной церкви, или есть в братстве. Ну, например, чтобы, когда мы готовим урок или готовим проповедь, конечно, вы понимаете, что важно, чтобы было какое-то вступление, чтобы была выражена основная часть и чтобы прийти к какому-то заключению. Итак, вступление основная часть и заключение, или как в мире выражаются, что начал за здравие, окончил за упокой, есть такое выражение. И бывает так, что и урок можно преподать, и что преподаватель говорил, к чему он привел, к какому решению, или о чем помолиться, и порой не знаешь, о чем молиться. Поэтому, даже повторюсь, если мы используем свою методику, то, конечно, все же придерживайтесь того опыта, о чем, конечно, учат и на семинарах, потому что я не ставлю целью сейчас говорить о какой-то методике. Итак, это один вид мнения, но с другой стороны, братья и сестры, поймите, есть мнения, которые действительно связаны с вопросом спасения, связаны с вопросом христианского благочестия и связаны с каким-то устроением служения в церкви. Вот тут уже это важный момент, важный момент. И когда вот такие есть мнения, связаны с вопросом спасения, то нужно быть очень осторожными. Я какие-то примеры хочу привести, они хорошо убеждают. Вот у нас в Новосибирске много лет назад был один человек-брат, более того, скажу, это был служитель, он нес диаконское служение. И первоначально, ну, неплохо у него получалось, это еще 90-е годы, и пришло время, он вдруг заявил, а я считаю, это его мнение, а я считаю, что нужно соблюдать день субботний. Нужно соблюдать субботу, причем буквально. Мы понимаем, что в Новом Завете означает суббота, это есть покой, который мы находим или имеем во Христе Иисусе, слава Господу. А я считаю, буквально нужно исполнять субботу. Более того, он не просто сам для себя считал, но он это выражал, тем более, имея статус как служителя, он говорил что-то, ну, там была хотя бы небольшая церковь, но он все равно это выражал. Конечно, мы, братья, с ним беседовали. Я знаю, что Алексей Игнатьевич, он с ним беседовал больше всех. Более того, он со слезами на глазах, он говорил ему, дорогой брат Юра, я даже называю его имя, дорогой брат Юра, пожалуйста, послушай меня. Он как только не убеждал его, как его даже просил его, остановись, послушай меня. Ну, там ничего не хотел слушать. Конечно, итог был очень и очень печальный, потому что прошло и небольшое время, когда он заболел очень двумя серьезными болезнями. И более того, дальше его убеждать уже не было практически возможности. Почему? Потому что его родители просто практически запретили доступ к этому человеку. Мы, как братья, просто не имели туда уже доступа, потому что они не разрешали. И прошло еще небольшое время, и он ушел в вечность, он умер. Посмотрите, друзья мои, вот эти вопросы, именно он связывал с вопросами спасения. Я еще один пример приведу у нас. Один такой человек есть в Новосибирске, он однажды заявил, а я считаю, сегодня мы уже слышали, что вот брат Михаил, он хорошо показывал, что как важно в том числе приносить детей Господу. Мы действительно научены, и мы учим так и членов церкви, чтобы дети, рожденные в наших семьях, они были принесены в церкви, и чтобы помолились за их благословение. А он так сказал, а я считаю, что молиться за детей в церкви не надо. Я считаю, не надо. Посмотрите, вот эти мнения, они связаны с определенными важными моментами в нашей жизни. Но, дорогие мои, говоря дальше, дальше, то все же, если есть и такие мнения, которые связаны с вопросом спасения или христианского устроения, ну а если все же мое мнение, я повторюсь, не совпадает с мнением братьевслужителей, то я скажу вам уже из практики, что разные христиане реагируют в этой ситуации по-разному. И я назову три варианта, каким образом иногда христиане реагируют, когда мнения не совпадают. И, конечно, я постараюсь показать правильный вариант, то, чему нас учит Слово Божие. И первый вариант, я его так называю, это открытый бунт. Когда, бывает, встречаются такие люди, даже, возможно, и из тружеников, и когда мнение с братьями-служителями не совпадает, и братья говорят, дорогой друг, дорогая душа, брат или сестра, правильно, именно, вот так, или лучше сделать вот так, они тоже выражают определенное мнение. Но почему-то некоторые христиане, они не согласны. Но мало этого, они начинают возмущаться, они просто выражают открытый бунт. Они возмущаются, они укоряют братьевслужителей, они говорят, что вы нас не понимаете, вы господствуете над наследием Божьим, и так далее, и тому подобное. И они это открыто выражают свое недовольство. Я где-то читал в одной из литератур нашего братства такой пример, когда, скажем, брат-служитель, он сделал определенное замечание музыкальной группе. И сказал, или выразил определенное отношение или мнение по отношению тех или иных песен, которые исполнялись в этой музыкальной группе. И там описывается, что эта группа, они просто возмутились. Они заявили, служители сказали, мы вообще уйдем из церкви. Они заявили, мы пойдем туда, найдем те места, где нам дадут петь все наши песни, которые мы поем или хотим петь. Друзья мои, вот это и есть открытый бунт. Конечно, я вас просто убеждаю, именем Господнем никогда не идите на такой шаг или такой вариант. Почему? Потому что, скажу и на основании священного писания, скажу и на основании определенного опыта, который я видел или сам проходил, наблюдал, что такой бунт заканчивается всегда поражением людей, взбунтовавшихся. Заканчивается печально именно для этих людей. Вспомните хотя бы такой библейский пример, когда при Моисее восстали Корей, Дафан и Аверон. Почему они восстали? Потому что они имели определенное мнение по отношению священства. Они имели мнение, что не только этот высокий приоритет дам Моисею и Аверону в вопросе священства, все господни, все священники, и они захотели, имели такое мнение, чтобы и они могли вступить в права священства, чего Бог им не давал. И когда этого не получилось, они взбунтовались, они открыли такой, знаете, бунт. Но чем закончилось, вы прекрасно знаете, потому что и они сами, и их семьи, и их жены, и дети, и все, что у них было, они живыми сошли в преисподнюю, потому что Бог сделал так, что земля разверзлась, и туда с великим воплем, конечно, улетели туда, это страшная участь. Поэтому, друзья мои, второй вариант, который иногда используют дети Божьи, когда идет несогласие во мнениях со старшими братьями, я его называю так, скрытый бунт. Есть открытый, а есть скрытый. Если душа, брат, труженик Господен выразил свое мнение, но служитель сказал, что нет, дорогой, лучше вот так. И эта душа, она внутренне как бы, ну что ли, обиделась или затаилась, она такая, знаете, недовольная, хотя внешне это никак не выразилось, но внутренне этот человек в таком напряжении, напряжении. И внешне посмотришь, кажется, что этот человек послушный, что хотя мнения не совпали, но он внешне как-то против не выступает. Но внутренний бунт, поверьте, он тоже очень опасен. Я как-то тоже читал в одном из журналов нашего братства, я думаю, вы тоже это читали, но мне этот пример очень нравится, я его часто рассказываю. И когда, скажем, папа вдруг говорит своему сыну, сынок, садись, а он говорит, не буду, не сяду. Папа опять сказал ему, сынок, сядь, не сяду, сядь, сынок, не сяду. Он уже папа кулаком ударил, садись. Ребенок сел, но он сказал, папа, да, я сел, но знай, внутренне я стою. Вот так бывает и в жизни у детей Божьих. Вроде бы мы послушались, но внутренне мы говорим, знай, дорогой служитель, знай, дорогой брат, или кто-то, может быть, старше, знай, что я хотя бы, может быть, и послушался, но внутренне я остаюсь на своих позициях и так далее. Я скажу вам, повторюсь, это очень опасное положение. Знаете почему? Потому что то внутреннее напряжение, которое возникло у этого человека, оно с каждым днем будет возрастать. Как только он увидит этого опять служителя, в нем опять появится некая мера или доля возмущения. Почему со мной не согласились? Почему не поступили, как я предложил, или как я видел более правильным? Но знайте, что если это напряжение, оно есть, оно будет расти, и рано или поздно это где-то выстрелит, это где-то проявится, потому что пузырь, который растет, 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 рано или поздно, что с ним происходит? Он лопается. И поэтому, когда это лопается или это выстреливает в нашей жизни или служение, то, друзья мои, поверьте, что это даже обнаруживается часто. И это служит именно к нашему студу, потому что Бог порой допускает постыжение, если мы в таком внутреннем напряжении. Братья и сестры, то, что я делюсь с вами, я сам это проходил. Я иной раз бываю очень откровенным, потому что, ну, когда вот рассказываешь вещи, которые сам проходишь, то, знаете, чему-то сам учишься, и Бог дает что-то передавать другим. Был такой момент в моей жизни, хотя это уже прошло ряд лет тому назад, и мой старший служитель, он где-то сделал мне несколько замечаний. Я сам до сих пор удивляюсь, почему это произошло в моей жизни. Потому что я всегда понимал, что если старший служитель делает определенные замечания или наставления, Слово Божие так говорит, когда праведник обличает, что это? Это елей на нашей голове. Это елей, когда праведник обличает или что-то говорит нам, это благословение. И воспринимайте как благословение. Потому что их цель, служители, именно помочь, а не укорить. Ну, вот так получилось, или я не пободрствовал, или, может быть, ну, не знаю почему, мой старший служитель один раз сделал замечания, другой раз сделал, третий раз сделал замечания. Я понимал, что он правильно говорит, но моя внутренность вдруг не захотела с этим соглашаться. И у меня возникло определенное внутреннее напряжение. Я, конечно, это никак старался не высказать, не показать ни лицом, ни словами. Я просто внутренне это напряжение носил. И как раз так получилось, что было очень одно ответственное служение. И там я принимал такую активную роль в этом служении. И старший служитель мой, он, когда был на этом служении, он опять сделал мне определенное замечание. Я потом уже это понимал, что это Бог делал, потому что это Бог чему-то хотел научить меня. И когда он это сделал во время именно моего участия в этом служении, я вот так внутренне просто допустил какую-то внутреннюю скорбь. Ну, может быть, не обида, но меня это зацепило, меня это отозвалось какой-то внутренней болью. И я скажу вам, братья и сестры, на этом служении я сделал одну определенную ошибку. Я сделал ошибку, какую? Я сейчас не буду при всех говорить. Я даже сам ее не заметил. Я сам ее сначала не заметил. Когда я потом спрашивал у людей, которые присутствовали, то тоже одни заметили, другие не заметили. Но когда я уже потом впоследствии обнаружил, я вам скажу откровенно, я два дня проплакал. Два дня я плакал. Говорю, Господи, но имея опыт служения уже много лет, много лет, как я мог допустить такую ошибку? Я просто буквально плакал пред Господом. И когда я так в молитве стоял пред Богом, то Дух Святой проговорил моему сердцу. И Он сказал, это за то, что допущено мной, что ты не смирился, что ты не захотел покориться и принять смирение. И поэтому я потом понял, что это напряжение, оно дало свой плод. Поэтому я опять же уверяю, убеждаю вас, дорогие друзья, преподаватели, труженики, никогда не копите в себе это напряжение. Потому что где оно вас подведет, вы сами не знаете, но оно подведет именно особенно в ответственные моменты нашего хождения или нашего служения. Поэтому сохрани нас, Господь, и от таких вот, знаете, ну что ли, скрытых бунтов. И третий вариант, конечно, он самый лучший и правильный. Хотя вы скажете, брат Олег, это твое мнение. Да, но я его выражаю на основании Священного Писания, и я буду подтверждать Словом Божиим, что это вариант самый лучший. Когда у нас разница во мнениях, особенно со старшими, что именно лучший вариант это смирение и послушание нашим старшим братьям. Даже если в ваших глазах кажется, что ваше мнение все же наиболее правильным. Чтобы не быть голословным, я хочу прочитать из книги второзакония. Сегодня уже приводились места из этой книги. Но я прочитаю из книги второзакония 17 глава. 17 глава. Прочитаю ряд стихов с 8 и ниже. Будьте внимательны. Очень интересный момент. Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, и приди к священникам, левитам и к судье, которые будут в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. Приди к ним и спроси, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь. И постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что не скажут тебе. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом, Богом твоим, или судьи, то должен умереть, и так истреби зло из Израиля, и весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко. Посмотрите, оказывается, когда есть разница во мнениях, и когда, я уже говорил, более младшие, они доказывают, выступают бунтом открыто или скрытно, то Бог сказал, говорит, это поступок дерзкий, но Бог все расставил на свои места, и Бог показал, что приди к священнику, и как он скажет тебе, как он тебя научит, не уклоняйся ни влево, ни в право, поступи именно так. Я понимаю, братья и сестры, немножко проблему, которая может возникать в ваших умах или сердцах. Вы скажете, но я все равно вижу, но я же вижу, что мое как бы мнение более правильно, а если я послушаю служителя, ну Бог же меня спросит за неправильные вещи. Я скажу вам, это неправильное понимание, потому что почему важно послушаться пасторя или служителя в поместной церкви. Одна из главных причин, потому что Бог поставил служителя как ответственным за все виды служения, которые имеют место в церкви. Бог поставил ответственным. Вы помните, когда мы читаем послание, например, пергамской церкви, то Бог сказал ангелу пергамской церкви, я немного имею против кого? Против тебя. Хотя Бог сказал, есть там у тебя держащиеся учения Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов израилевых. Но Бог сказал, хотя там есть такие люди, я имею против тебя. Когда мы читаем чуть ниже ангелу феатирской церкви, опять же Бог говорит те же самые слова, я имею против тебя. Почему? Потому что есть там уязавели, которая называет себя пророчицей и вводит в заблуждение детей моих, Бог говорит. Поэтому, друзья мои, Бог поставил служителя ответственным. И другой момент, даже если твое мнение было действительно более лучшим, эффективным или правильным, но ты послушал служителя, знай, Бог тебя за это никогда не спросит. Почему? Потому что ты был послушан Божьему слову. Написано младшие, что делаете? Повинуйтесь пастырям. Младшие повинуйтесь пастырям. Если вдруг решение служителя повлекло за собой, знаете, отрицательные моменты из-за его неправильного решения, Бог вас за служителя не спросит. Бог спросит самого служителя. Почему? Потому что мы ответственны за тем мнение решения, которые мы принимаем церкви, но вас Бог благословит за ваше же послушание. У нас такой был интересный случай в Новосибирске. Мы готовили людей к водному крещению, и там была одна молодая сестра. Конечно, когда идет подготовка, в течение определенного времени, потом мы братья служители, мы проводим личное собеседование с каждым человеком, который готовится к водному крещению. И Алексей Иначич задал очень интересный вопрос ей. Сестра, вот скажи, если ты вдруг получишь откровение от Господа, вот ты уверенно убеждена, что ты получил откровение от Господа, а слово поместного служителя будет отличаться от этого откровения, кого ты послушаешь или это откровение, или слова брата служителя. Несмотря на ее молодой возраст, она очень интересно ответила. Она даже не колебляй сказала, конечно, я послушаю слов брата служителя. А почему? И она обосновала свой ответ. Она сказала, а я же могу ошибаться, я человек. Я могу что-то принять из-за Божьей откровения, я могу ошибаться. А другая причина, которая она сказала, а для того Бог и поставил служителей, чтобы они направляли нас, поправляли нас в правильном направлении. Слава Господу! Конечно, мы были очень удивлены, что вот такая правильная позиция, которая есть. Но, друзья мои, повторюсь, неправильная позиция, она действительно приводит к очень многим проблемам и сложностям и бедам. Еще я очень кратко приведу такой библейский пример. Когда однажды сын Давида, Авесолом, восстал против отца, я не буду эти все подробности, я только хочу один ключевой момент выразить. И когда уже эта битва происходила между людьми Давида и Авесолома, Авесолом сказал, причем он сказал военачальникам своим, и Иаву, Авесе, и там был еще один человек, и там сказано, сохраните мне отрока Авесолома. Он выразил Давид свое желание, он выразил, так можно выразиться свое мнение, мне нужен живым, отрока Авесолом. Но когда уже этот человек Авесолом повис между небом и землею, и вот приходит один человек к Иаву, и докладывает, что Авесолом висит там на дереве, что же Иав сказал ему, почему ты не убил его, почему ты не убил его, я бы дал тебе, помните, какую сумму пообещал, 10 сиклей серебра. Вы знаете, почему мы идем порой против мнения служителей? Нам кажется, что мое мнение правильно, именно оно обязательно приведет к успеху и благословению, и Яв пообещал ему прибыток, я бы дал тебе 10 сиклей серебра, почему ты не убил его, что он сказал, мне очень нравятся его слова, и не так часто заостряют внимание на этом моменте, он сказал, даже если бы ты дал мне сколько, помните, тысячу сиклей серебра, а я сравнил 10 сиклей и тысячу сиклей серебра, даже если бы ты дал мне тысячу сиклей серебра, я бы не сделал этого, потому что царь Давид сказал при всех, он сказал тебе и Аф, он сказал о весе, и тому еще третьему военачальнику, сохраните отрока Авесолома, и так он знал мнение царя, он знал мнение старшего в народе, и он готов был повиноваться этому мнению или этому желанию, и что сделал Иав, что мне с тобой говорить, написано, взял три стрелы и вонзил Авесолома, и там уже его слуги добили его и умертвили, дорогие братья и сестры, поймите, чему учит нас этот момент, даже если в твоих глазах, может быть, твое решение, кажется, тебе принесет благословение в тысячу сиклей серебра, мы знаем, что серебро, да, это есть образ Божьего Слова, то есть будет благословение даже в тысячу сиклей, но если мнение старших братьев, оно было выражено для тебя, поступи согласно, как этот человек воин, он говорит, я не будет моей руки на этом отроке, но когда Авесолом, точнее, когда Иав, он имел свое личное мнение, он считал, что этот Авесолом должен предать его смерти, и мы видим, мы видим, что он убил его, и, конечно, жизнь Иава, она закончилась очень печально, это вы знаете, и где он погиб, Иав, написано, у жертвенника, когда он схватился за роги жертвенника, и когда пришел в Анея по приказу царя Соломона, то держась за эти роги жертвенника, и там смерть нашла его, что я в этом вижу, братья и сестры, можно находиться у жертвенника, можно находиться в церкви, можно находиться в служении, и, казалось бы, близко к Господу, и можно потерпеть страшные последствия, потому что Иав многократно показывал именно свое мнение, несогласное с мнением царя, и последнее, друзья мои, что я хочу выразить, и придем к молитве, но все же вот так вот, слушая все это, братья и сестры, и если мое мнение не принимается, может быть, проигнорировано, не принято, не услышали меня, как мы выражаемся, какую позицию мне занять, может быть, обидеться, может быть, затаиться, может быть, не ходить к служителям, может быть, просто соглашаться со всем, что они говорят, и не проявлять никакой инициативы, какую позицию нам занять, поймите правильно, я тоже об этом часто говорю, братья-служители, это не есть недоступная стена какая-то, наоборот, братья-служители, это есть открытые двери, мы с Алексеем Инатьевичем часто говорим, с самым маленьким детям, которые уже способны размышлять, до самого старца, мы говорим очень часто, дорогие друзья, знайте, двери и нашего кабинета, и двери нашего сердца всегда для вас открыты, приходите, делитесь, что у вас есть, что, если у вас есть свое личное мнение, не нужно его разносить там, где-то, знаете, по закоулкам, начните лучше со старших, со служителей, придите, мы говорим, приходите, мы выслушаем вас, мы найдем для вас время, наше сердце открыто, и поэтому важно, как я читал, идти к священникам, идите, не копите это напряжение, не имейте какого-то, знаете, такого тяжелого состояния, идите, скажите, но всегда идите, с таким, знаете, уровнем смирения и послушания, если примут ваше мнение, слава Господу, если не приняли, а вам кажется ваше мнение очень правильно, может быть, не пришло время для этого, молитесь, кто запрещает молиться, если вы видите действительно свою разумность, ну, молитесь, но если даже и все равно ваше мнение не приняли, то просто смиритесь в послушании, покорности, я скажу вам, от этого выиграют все, и вы прежде всего, и в первую очередь, слава Господу, и поймите, что братья-служители, они ну, не являются такими людьми, вот, чтобы, если идти на принцип, я сказал, должно быть, по-моему, нет, друзья мои, если вот ваше мнение действительно правильное, правильное, хорошая инициатива, то, вот, мы очень часто принимаем слова преподавателей наших, они говорят, братья, ну, вот, мы видим вот так, но все равно разумно, все равно хорошо, зачем мы будем именно на своих позициях, мы принимаем, и это благословение, к успеху, мы открыты для такого, знаете, диалога и такого общения, я вам еще один маленький пример приведу, как-то вот на одной из конференций, которые проводились в Томске, по-моему, сегодня память не изменяет, это было для подростков, и тогда я первый раз, я говорил слово, употребляя при этом презентацию, которое вот тут высвечивалось на экране, это был мой самый первый опыт, самый первый опыт, конечно, я потом спрашивал преподавателей, как вообще вот эта презентация, ну, кто-то промолчал, кто-то так, может быть, положительно кивал, ну, значит, хорошо, когда я приехал в Новосибирск, ко мне подошел один брат, который присутствовал тоже здесь, на этой конференции, и он сказал, он вопрос мне задал, брат Олег, кто тебе составил эту презентацию, я был немножко шокирован таким вопросом, я говорю, послушай, брат, вообще, я никогда не прошу кого-то составлять мне проповеди, или презентации, я стараюсь это сам все делать, хотя, знаете, такие случаи бывают, я так немножко слекусь, моя мама, она живет вот в Америке, и она мне рассказывала, там есть племянник ее, то есть мой двоюродный брат, и время от времени пастор говорит этому, моему двоюродному брату, что в такой-то день ты будешь проповедовать, отказаться, видно, сложно, а составить проповедь проблема, что он делает? Он звонит моей маме, и говорит, тетя Надя, составь мне проповедь, она такая способная, такой человек, она с детства любит Слово Божие, она ему составляет конспект, ну, это было несколько раз, составил конспект, и по этому конспекту он проповедует собрание, ну, такие вещи бывают, братья и сестры, но я сказал ему брату, дорогой брат, я это сделал все, лично самостоятельно, это был мой первый опыт, и он сказал, я буду очень откровенен с тобой, что эта презентация была очень и очень неудачная, а я спросил его, а мне очень интересно знать, брат, почему она неудачная, почему она плохая, и я скажу вам, очень разумно и грамотно, он пункт за пунктом, загибая пальцы, он мне показал, вот здесь неудачно, вот здесь, вот здесь, и вот здесь, когда я его послушал, ну, я увидел, он прав, он разумно говорит, я только сердечно поблагодарил его, говорю, брат, дорогой, я благодарю тебя, что ты показал мне, я спрашивал ряд преподавателей, мне никто этого не показал, или кивали головой, что все нормально, или просто промолчали, а он так открыто, с любовью, поймите, с любовью, он так просто, желая помочь мне, он показал мне это, я до сих пор благодарен ему, слава Господу, поэтому поверьте, друзья мои, что мы готовы выслушивать ваше мнение, ваше предложение, но, друзья мои, пусть вас Бог благословит, чтобы мы все же понимали, и уже приходя к молитве, в заключение, то я хочу, знаете, привести одну цитату, мне она очень понравилась, эта цитата принадлежит одному видному деятелю в Великобритании в 17 веке еще, и он так сказал, я даже себе это выписал, никогда не доказывай собственное мнение громко и с жаром, даже если в душе ты убежден в своей правоте, выскажи скромно и спокойно, ибо это единственный способ убедить, выскажи просто, спокойно, это единственный способ, чтобы было, ну я же своими словами добавляю, хорошо принято и рассмотрено, поэтому, друзья мои, уже приходя к молитве, я возвращаюсь к нашему тексту Священного Писания, я обещал, что мы вернемся к нему, апостол Павел говорит, впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами, поймите, даже при всем том, что я вот сегодня поделился в течение этого времени, даже если вы предложили служителю, если вы, он не принял ваше мнение, и вдруг вы сказали внутри себя, как бы там ни было, я все равно буду при своем мнении, я еще один совет дам, если вы все же стоите на своих мнениях дальше, оставьте его только лично при себе, не нужно таким мнением делиться членом, не членом в церкви по закоулкам, то есть не нужно делать то, чтобы вело бы к разногласиям, чтобы вело бы к такому не единству, нарушению мира, вот этого делать не надо, поэтому, друзья мои, оставьте его при себе, ну, уже как бы, может быть, такой вариант последний уже, и чтобы все же нам стремиться к единству, поэтому, друзья мои, Слово Божие так говорит, что должно быть чему? Разномыслие, чтобы открылись искусственные, то есть способные люди, приводящие к миру, разномыслие, они могут встречаться, не должно быть чего? Разногласия. Если разномыслие есть, но это приводит к разногласиям, мы уже возвышаем голос и доказываем свое, это проблема уже будет. Поэтому, друзья мои, давайте будем молиться о том, я к этому призываю, чтобы мы научились правильно взаимодействовать, чтобы мы были открыты для служителей, для старших людей, которые в той или ином группе или служении, и они, эти люди, открыты для нас, чтобы мы заняли положение смирения, послушания, избегали любого вида бунта, внутреннего или открытого, и чтобы мы направляли наши усилия, наши старания на то, чтобы было единомыслие, был мир, согласие, и очень важный итог апостол Павел подводит, и Бог любви и мира будет с нами. Слава Господу! И Бог любви и мира будет с вами. Если мы не прислушаемся, мы будем делать дело Божие без Бога, потому что об этом братья тоже говорят часто, можно делать дело Божие без Бога. Это страшные вещи. Но давайте будем делать дело Божие с Богом, оно тогда с Богом. Бог тогда будет с нами, когда будем радоваться, усовершаться, вот мы сегодня тоже усовершаемся, слушая наставления, утешаться, единомыслие в мире, и Бог любви и мира будет с нами. Слава Господу! И чтобы Бог помог нам в этом, встанем и помолимся. Слава Господу! Слава Господу! Продолжение следует...